Здесь живут люди. Такие надписи вблизи боевых действий на Донбассе являются предупреждением для военных, чтобы они не обстреливали и не заселялись в дома местных жителей. Под таким названием в Киеве открыли фото-видео выставку. Там представлен проект испанского фотографа Альберта Лоренса, а также короткие видео, снятые самими жителями Востока Украины. С открытия вернулась корреспондентка ЮИТВ Любовь Здорожная. Галина из поселка Верхнеторецкое Донецкой области. Ее дом в пяти километрах от линии разграничения. Мы с мужем были в Ясиноват, в Донецке, и нам позвонили и сказали, что наш поселок, в общем, как заехали танки, и с этого времени, это было в 2014 году, это где-то было в октябре месяце, и после этого начались обстрелы нашего поселка. Обстрелы не прекращаются уже пятый год. Свой быт на линии огня Галина месяц снимала на видео. Я пришла снимать к своей подруге и своей однокласснице Татьяне Александровне. Ей осколками побила кровлю. Вот ее дом. Чтобы люди увидели, какое горе, какую беду, сколько слез, сколько несчастья приносит война. Я хочу, чтобы люди поняли это и ценили мир. Эти видео – часть художественного проекта испанского фотографа Альберта Лореса. Он приехал в Украину в 2014-м. С тех пор неоднократно фиксировал жизнь людей в условиях войны на Донбассе. В 2015-м в дом этой женщины попал снаряд. Он не разорвался, а застрял в стене. И она в свои 76 сама его вытаскивала. Сказала, что если позовет военных, они будут делать то же самое. Но она старая и не хочет рисковать жизнями молодых парней. Свой проект Альберт назвал «Здесь живут люди». Такие надписи стали появляться во дворах Донбасса с начала войны и актуальны до сих пор. Мы пытались задокументировать, что происходит в зоне боевых действий. Мне сказали об этих надписях, что люди пишут на стенах, что они живут здесь. Это очень сильный посыл, и я сказал, что нужно показать это. Мы отправились к линии разграничения и связались с некоторыми людьми. Остановились в песках ненадолго. Собрали их истории. Цель проекта – привлечь внимание к гуманитарной ситуации в зоне боевых действий. В частности, к доступу местного населения к чистой воде. Ведь фильтровальные станции регулярно повреждают обстрелами. Люди рискуют потерять доступ к воде. Все те, кто живут у линии разграничения. Это порядка 1,4 миллиона человек. Это главная угроза. На открытии выставки каждый желающий мог подписать петицию с просьбой создать линию защиты вокруг насосных и фильтровальных станций вдоль линии разграничения. Любовь Задорожная, Евгений Советский, ЮЭТВ.